приветствую вас дамы и господа в этом видео разберем с вами подробности патча 1.26 вышел общий тест подробности стало больше сейчас я вам все расскажу во первых опять покажу вам праздничный ангар к 9 мая я уже вам показывал вот он весь такой красивый следующее что нас ждет в патче 1.26 это режим время героев это режим кооперативный против ботов на новых измененных картах в этом режиме нужно будет побеждать ботов заполнять прогрессию получать награды вот кстати все награды которые можно будет получить в этом режиме на восьмом этапе можно бесплатно получить советский прям танк седьмого уровня т-34 м54 странно что это не финальная не последняя награда поскольку этапов всего 10 а вот главная награда на десятом этапе нашивка победитель если вы не успеете пройти прогрессию и получить т-34 м54 то можно будет задонатить на машину со скидкой 25 процентов за каждые два закрытых этапа но я так смотрю на параметры этого танчика и на седьмом уровне альфа 180 особо как-то не внушает пробитие 171 и специальным снарядом 210 как-то тоже это скорее просто обычные параметры к тому же максималка вперед 55 назад 20 а вот удельная мощность всего лишь 14 целых семьдесят пять сотых шустром это танчик особо не назовешь светляк тоже такой себе 380 обзор броня корпуса лоб 75 борта 45 башня 200 во лбу 120 борт но более-менее крепенькая башня но корпус вот ну такое на седьмом уровне я думаю это ну не прям уж там сверх тяж также в этом игровом события можно будет еще оценить прям танк восьмого уровня и су-152 зверобой неподтвержденной информации о том что его можно будет потом просто купить но наверное одна из главных фишек патч 126 это то что ведро которое сзади висит на и су-152 зверобой вот я вам даже картинку принес у нее сзади висит ведро она не просто висит она еще шатаются когда вы едете но я думаю только ради ведра стоит брать танк также нас ждет сборочный цех как и в прошлом видосе говорил в этом сборочном цехе можно будет собрать прим танк пт сау 9 уровня су-122 1956 культовая машина которая свое время полюбилась многим танкистам насколько я знаю она также многим танкистам и не нравилось кто-то на ней ехал бодро там танковал активно играл нагибал стрелял на дпм и туда-сюда кто-то точно также бодро ехал и не танковал и тут есть два типа людей которые на ней думают что танковали и те которые думают что на ней не танковали все как обычно выполняем задание за них дают жетоны за жетоны собирается танчик до собираем танчик до конца получим его себе на аккаунт принципе все как обычно также нас ждут еще рановые бои на седьмом уровне разработчики не прекращают извращаться с ранговыми боями теперь в наградах там помимо инструкции есть еще фиолетовое сведение я думаю что эти ранговые бои не особо будут популярными поскольку это фиолетовое оборудование мало кому будет интересно если бы можно было продавать за боны и потом за эти боны брать то что тебе надо тоже нас еще ждет стальной охотник возрождения там есть какие-то ключевые отличия по сравнению с предыдущим запуском я честно говоря думал изменения будут более масштабные но возможно если поиграть там реально что-то сильно изменилось но в общем и целом там по-прежнему будет возрождение если вы играете соло у вас первые пять минут боя можно будет возрождаться у вас будет доступно одно возрождение если она закончилась можно будет его подобрать из лута если вы играете во взводе то вас 7 минут на возрождение на взвод 2 возрождения то есть может быть это возрождение даже понадобится одному члену взвода возрождаться можно если ваш совзводный не участвует 10 секунд в сражении. Также и тут есть еще балансные правки. В этом стальном охотнике разница между прокачанным танком и не прокачанным будет меньше, поэтому если вы на пятом уровне встретитесь с танком седьмого уровня, вам будет легче против него играть. Честно говоря, это наверное больше всего меня бесит в стальном охотнике. Могут так сложиться обстоятельства, что в стальном охотнике ты можешь прокачаться случайно очень быстро или случайно очень медленно, поскольку там все хаотично, все во все стороны ездят там как короче хаос какой-то и может произойти все что угодно. Иногда ты упарываешься случайно в челика, у которого прокачанный танк и ты просто сразу тут же умираешь практически мгновенно и ничего не можешь сделать. Это напрягало. Посмотрим насколько эта ситуация исправится и не вылезут ли какие-то новые косяки. В общем в целом посмотрим. Также еще понерфили Орликина, поскольку я думаю надо было это сделать целый год, на нем в основном все катались. Сильно понерфили способность Авиаудар, он теперь наносит меньше урона, но и не может наносить критический урон в боеукладке танков. При этом Брандер наносит на 100 единиц урона больше. Также усилили Байланг за счет увеличения урона в минуту на седьмом уровне, а также ослабили Рейвен за счет уменьшения урона в минуту на седьмом уровне. Также сократили время перезарядки на 50 процентов при улучшении орудия машины, даже если оно барабанное. Также добавили еще магнитный автоприцел всем танкам в этом режиме. Добавили еще прогрессию. В режиме Стальный Охотник будет своя система прогрессии с приятными внутриигровыми наградами. Чтобы их получить нужно будет выполнять простые ежедневные задачи в режиме. В принципе для тех кто и так играет в Стального Охотника еще ежедневные задачки со своей прогрессией наградами. Неплохой стимул продолжать играть в Стального Охотника. А вот стоит ли в него заходить, если до этого не заходил. А теперь с этой прогрессией можно задуматься стоит ли ради наград туда лезть или нет. На мой взгляд стоит играть если тебе нравится режим. Прямо ради наград лезть туда через силу не стоит. Также в патче 1.26 нас ждет ребаланс веток. Ветка немецких тяжей панзеркомфаген 7. Его мы подробно уже разбирали этот ребаланс. Также апнут пантеру 8.8. ФВ 4202. Чифтейн Т95. Также американский Т95Е2. Недавно этот премтанк можно было получить при том что он изначально вообще не был премтанком. Также еще французский премтанк АМХ М4 МЛЕ49. Ветку 50Б апнут. Также ветку АМХ 50 ФОШ Б и акционный АМХ 50 ФОШ 155. Все эти танки премиумные и ветки апнут. Подробно я уже разбирал этот ап два раза. Я думаю третий раз разбирать не стоит. Также балансные правки по карте Сталинград. Все-таки они назвали это балансными правками. Поубирали кучу ежей и мусора. Пораздвигали там различные проезды домики. Сделали карту почище и поменяли освещение на более мрачное. Это я тоже уже вам показывал. Но и одно из самых интересных для всех игроков которые играют в нашу замечательную игру. Это доработка системы обзора. Некоторые вещи из этого я так понимаю уже пойдут в патч 1.26. А одна вещь под вопросом. Итак индикатор засвета лампочка перенесли влево и немного вниз. Ключевое отличие теперь лампочка всегда видна игроку если он находится в засвете. Честно говоря я не понял. То есть они просто увеличили время работы лампочки или она прям работает когда ты светишься. Поскольку написано так как будто бы она работает пока ты светишься. Но это очень ключевое изменение которое может очень сильно повлиять на игру и с этим нужно поиграть. Переосмыслить игру что да как. Оно очень маленькое это изменение но оно очень сильно влияет на каждый игровой момент. Особенно для игроков которые играют на высоком уровне. То что лампочку сместили в бок это хорошее изменение. Я думаю что его нужно будет добавить. Оно ничего плохого в себе не несет. Но несет в себе пользу. Поскольку когда в тебя прилетает урон ровно спереди и загорается лампочка то индикаторы накладываются друг на друга и оно друг другу мешает. Поэтому лампочка сбоку это хорошо. Поскольку чаще всего мы смотрим ровно на то место откуда прилетает урон. А лампочка сбоку чаще будет видна чем по центру. Удивительно что спустя столько лет мы видим такое простое и нужное изменение. Буквально недавно был случай когда прям посередине лампочка мне перекрыла индикатор урона. И я там сидел камерой вертел. Чтобы увидеть и то и другое одновременно. Поэтому можете смеяться или нет про танкистов которым такое изменение надо. Но это изменение реально надо. По поводу того что лампочка типа работает дольше там секунд 10. В принципе уже и без мода который продлевает время работы лампочки. Я примерно понимаю что я уже отсветился или я еще свечусь. Часто понимаю что я свечусь еще до того как загорелась лампочка. Это в принципе мне не сильно интересно. Интересно посмотреть реально ли лампочка светится всегда когда я в засвете. Выход из засвета сопровождается звуковым сигналом. Можно изменить в настройках. Также можно самостоятельно настроить размер индикатора и его прозрачность. Это тоже неплохие изменения. Когда больше настроек можно под себя что-то там подкрутить. Раком я думаю не поможет какой-то там звуковой сигнал. Огромное количество игроков играют как в бункере. Они нихрена не слышат. У них там сирена на всю игру орет. Что у них там базу берут. Пишется на индикаторе сколько людей базу берут. Сколько времени осталось. Сколько там чего кого. На миникарте все нарисовано. Все индикаторы. Там вся игра уже обмазана информацией. Эти в бункере как сидели там ничего не видят. В углу охраняют куст. Так и все. Поэтому те люди которые и так стараются играть лучше. Или уже играют на высоком уровне. Я думаю что им лишние настройки не помешают. А те кто в бункере там сидят ничего не видят не слышат. Им эти настройки до фонаря. Поэтому это неплохие изменения. Хоть они и смотрятся так вот скромненько. Как будто бы это что-то мелочь какая-то. Но эта мелочь будет в каждом бою. В каждом игровом моменте. Поэтому не нужно ее недооценивать. И последнее. В логах нанесения урона будет отображаться попадание по незасвеченной машине противника. Актуально только в рамках общего теста обновления 1.26. Вот это изменения как будто бы разработчики просто проверяют. Стоит ли вообще такое делать или нет. Я каждый раз после боя на кофейной гуще сижу там разгадываю кроссфорд. В кого я попал и на сколько. Поскольку блайндами стреляю часто. Хотелось бы сразу видеть в кого я попал без засвета. Не знаю что плохого может принести это изменение. Если это как-то может испортить игру. В плане каких-то там модов запрещенных. Или еще чего-то. Тогда не надо. Тогда я лучше дальше буду разгадывать. Я просто не знаю что плохого в этом может быть. Но если что-то может быть тогда не надо. Но мне хотелось бы сразу видеть. Что вот этого я за светом пробил. Этого без. И так далее. Поскольку этим занимаешься чуть ли не после каждого боя. Очередная доработка камеры штурм сау. Опять ей убирают барабан. Делают ее цикличной. Я уже не помню какой год эту штурм сау ковыряют. Очень сильно сомневаюсь. Что это вообще игре нужно. Скорее мне кажется это вообще что-то противоположное. Но это лично мое мнение. Также кастомизация. Новые элементы кастомизации в патче 1.26. 2D стили. Красный май. В принципе прикольный такой стиль. В красных тонах. Какие-то там шестереночки. Дым. Завод. В общем полным ходом идет работа. На заводе какая-то. Крымский рассвет. Похоже камуфляж был только в белых тонах. Мимолетное видение. Это у нас 2D стиль про Пушкина. Салют победы. К 9 мая праздничный с ленточками, с салютами. И также 3 камуфляжа. 3 2D стиля. Которые у нас про стального охотника. Фера хром. Фера титан. И фера бор. Ну а также еще декали, эмблемы и надписи к будущему игровому событию. Также боевые задачи на общем тесте. В которых можно будет получить 1 день прем аккаунта, 100 бон и 5 личных резервов на кредиты. Это все награды, которые пойдут к вам на основной аккаунт. Только странно, что тут написано про задание линии фронта. Ограничение выполнения этих заданий. Линия фронта. Техника 9 уровня. Один раз на аккаунт. Но где тут линия фронта в патче 1.26 я не понял. Вот я и закончил со всеми новинками патча 1.26. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.